Привет! К нам в руки попал фотоаппарат Canon 760D. Старший брат Canon 750D. Ну, правда, не намного старше, всего на пару минут, но все же. Так как их представили одновременно и начинка не практически идентична, я расскажу об их отличиях и какие-то свои впечатления о камере. А если вы еще не смотрели обзор 750D и не понимаете, о чем идет речь, то переходите по вот этой вот ссылочке. Но потом обратно, смотрите это видео. Практически все отличия между этими моделями находятся на корпусе. Первое и наверное самое очевидное это наличие дополнительного экранчика у 760D. В нем отображаются все параметры съемки, в общем штука полезная и привносит в камеру кое-что от более старших моделей. Да, он меньше, но всю информацию видно и этого достаточно. Мало того, что им удобнее пользоваться при настройке экспозиции, так он еще экономит заряд батареи. По заявлениям компании Canon заряда батареи в этом фотоаппарате хватает примерно на 400 снимков, но мне кажется, что если отключить главный дисплей, кадрироваться через видоискатель и использовать для настройки монохромный экранчик, то эта цифра может увеличиться почти в два раза. К тому же у него есть подсветка, что будет полезно в темное время суток. Второе отличие это дополнительный диск прокрутки, совмещенный с NaviPad. В ручном режиме он отвечает за изменения диафрагмы. Действительно, наличие второго диска прокрутки существенно упрощает и ускоряет настройку камеры. Уже не нужно смотреть на дисплей и можно изменять все параметры съемки, не отрываясь от кадрирования. Наверное, самое незаметное отличие это датчик приближения у 760D. Он автоматически отключает дисплей, когда вы подносите камеру к глазу. Это еще одна функция, которая будет экономить заряд батареи. Следующее отличие это два блокиратора, один на барабане выбора режимов, а второй возле колеса прокрутки. В общем, вы поняли, что все отличия делают эту камеру на класс выше, хотя бы по эргономике и удобству использования. При этом технически это та же камера начального уровня. Еще по форме немного отличаются кнопки меню и инфа, но это уже не так существенно. Это все внешние отличия. Теперь перейдем к внутренним. И тут отличие всего одно. В Canon 760D есть режим HDR для видеосъемки. Работает он, правда, только в автоматическом режиме. И если покрутить настройки стиля изображения, то можно добиться и более широкого динамического диапазона без HDR-сжима. По удобству использования эта камера действительно значительно выше начального уровня. Это что-то промежуточное между 700 серией и 80D, но за значительно меньшие деньги. Если сравнивать 760D с 80D, то там такая же матрица и процессор. Отличие только в системе фокусировки и скорости серийной съемки. Хотя мне кажется, компания Canon заведомо урезала функциональность 760D, чтобы просто не создавать конкуренцию своим же камерам. К тому же 80D стоит 1200 долларов за тушку, а 760D в два раза дешевле. В два! Так что если вы не собираетесь снимать спортивные мероприятия и скорость серийной съемки вам не важна, 19 точек фокусировки вам с головой хватит, то смело можете брать 760D и сэкономите деньги на новый объектив к нему. А в конце хотелось бы сказать спасибо компании FrameRental за предоставленную технику на обзор. Если тебе нужно арендовать фото или видеотехнику для съемки, или ты хочешь просто потестить ее перед покупкой, то заходи к ним на сайт. Ссылка в описании. Друзья, благодаря вашим лайкам мы недавно купили себе новый холодильник, но нам нужно еще совсем чуть-чуть лайков, чтобы положить туда хотя бы немножко еды. Так что поставь лайк, накорми ютубера. Ну и подписаться не забудь. Субтитры подогнал «Симон»!